Всем привет дорогие друзья! Прошел ровно месяц с момента запусков европейских классических серверов. Сегодня мы это пообсуждаем. В гостях как всегда у нас будет Dark Dexter. Привет Dexter! Привет всем! Привет, Вайт! Ну, наверное, сразу спрошу. Вот, Евроклассик, какое у тебя было мнение до старта и какое сейчас оно поменялось? Или все так, как ты думал, так оно и получилось? Моё мнение о классике не изменилось. То есть, так же, как я думал перед стартом, что пойдут не самые сильные кланы. То есть, я знал, что пойдет пачка камеди и, соответственно, вокруг этой пати будет формироваться уже какой-то сайт. Также я знал, что на Евроклассику пойдут кланы, которые играли на Шилине. Правда, ничего об этих кланах я и не знал. Я знал только то, что, скорее всего, пойдут кланы, которые не добились больших успехов и не доминируют на этом сервере. То есть, как я предполагал, на Евро пойдут люди с ру-классики, которые не взлетели, которые, грубо говоря, сфейлились. А о комедии так говорить нельзя. У него просто закончилась интересная игра, как он говорил. Также из Гранкайна ушел один из топ-магпаков, это Автыш. Также все мы знаем, что и ДВП собрался туда и так далее. То есть, потом уже по мере развития этого сервера пошли еще несколько пати Руа, как Шон, пати Мугивара. И это все, что я вот знаю. Вот ты сразу говорил, что люди, которые не взлетели, с Шилина ушел топовый клан. Топовый клан, который был на Шилине, на Евро. Но, правда, и насколько я помню, многие туда с Шилина уходили, опять же, топовые кланы, которые идут РМТ-шить. Они сразу говорили, что мы идем сюда РМТ-шить. Как думаешь, оправдалось это все? Нормально было бы с РМТ на Евро? Люди шли играть, зная то, что будет один сервер Евроклассики. Понятно, что не такой большой ажиотаж, как стартовала Ру Классика. Даже не так много пиара было в русском пространстве. Скорее всего, как-то эта игра рекламируется в Евро. Но, мне кажется, не так уж и много именно иностранцев на этом Евроклассике, как ни странно, играет. То есть, я больше чем был уверен, что Евроклассика будет как еще один сервер Ру Оффа. Как мне кажется, по факту так и стало. А люди предполагали то, что мы идем РМТ-шить для буржуев. То есть, что они будут у нас Адену покупать за валюту, скажем так. Как это сейчас по итогу стало, не так, как они думали, к сожалению. В общем, Адена достаточно быстро подешевела. Есть небольшая статистика. Опять же, статистику по цене на Адену мы берем с наших партнеров, с нашего сайта fanpay.ru. И миллион Адена стоит всего лишь 400 рублей. Для сервера, которому всего лишь месяц, это стоимость очень-очень дешевая. Если брать же, в пример, тот же русский сервер. Ну, правда, там и патч был другой, меньше Адена падал. Но все равно за час выходило больше бы Адена в рублях, нежели сейчас. Адена дешевеет гораздо быстрее. Думаешь, основной поставщик это все-таки топовые игроки? Или масса игроков, которые или ботоводят, или которые качаются, опять же, на лоу-уровнях? Нет, я больше чем уверен, что если топ-паки продают Адену, то у них оборот куда выше, чем у таких посредственных ботоводеров. То есть, скажем, 3-4 окна бота, они не столько Адена на рынок никак не смогут восполнить. Да, количество ботов. Я не знаю масштаб бедствия на Евроклассике, но я предполагал то, что Евроклассика это будет что-то среднее между вот тотальным доминированным ботов, как на Корее, и вот практически полным отсутствием на ру-классике. То есть, Еврок как-то посередине, и все же те топ-паки, которые заявляли, что мы идем РМТ-шить, соответственно, они большую выручку получают на этом рынке. Сейчас я пробежался по некоторым городам, и по онлайну, в принципе, не так все печально. Достаточно очень много трейдеров, в случае того, что мы записываем данное видео практически в час ночи по Москве. Не такой плохой онлайн. Сейчас, я думаю, стоит посмотреть на статистику на L2Oni. И опять-таки, не самая плохая статистика. 4 тысячи онлайна на Скельте, в принципе, как было и на старте. Первый день старта, и через 30 дней совершенно ничего не изменилось. Почему так? Должен же быть какой-то отток? Или отток будет немножко позже? Отток будет, конечно же, позже. Потому что месяц для официального сервера — это грош цена. Это слишком маленький срок. Можно об оттоке говорить только и делать выводы. Спустя 3 месяца игры, спустя 4 месяца игры, пока что, по идее, должен быть интерес. Если сравнить по онлайну, Гран Кайн у нас 2670, Шеллен 1570, а Скельт 3800. Всё-таки не так свалился сервер, как многие говорили. Многие через две недели говорили, что всё, на сервере никто не играет, и нужно оттуда сваливать. Что многие, в принципе, и сделали. Много знакомых, которые под изобилие на игру, именно с таким предлогом. Я думаю, что это неправильно. Все, кто шёл на Евро, в основном, знали, что это за игра. А все, кто шёл на Ро, они шли посмотреть, что это такое, и потом уже выходили. По-моему, здесь не будет такого сильного и резкого оттока. Да, мне кажется, стоит будет посмотреть, что будет с онлайном примерно в начале февраля, потому что у многих подписка закончится месячная, и на этом, я думаю, игра у многих закончится. Но вообще общую статистику, скорее всего, мы увидим только, наверное, через полгода. Конечно, конечно, потому что также статистика этого онлайна будет зависеть от того, какая будет политическая обстановка на сервере. Если будет чётких два сайда, которые вот прям идут ноздря в ноздрю, то это будет показателем того, что люди захотят туда и приходить. Они будут знать то, что мы идём как раз-таки за интересной игрой. Что на Ру серверах, слава богу, спустя год есть. Поэтому стоит выводы делать только вот после. Если говорить о Евроклассике, то туда как раз-таки люди уже шли целенаправленно, если брать про Ру комьюнити. То есть они уже познали горький опыт поражений на Ру в серверах, и у них точно уже был план на игру, они точно знают, какое развитие у них должно быть на сервере, вплоть до 70-го уровня. Как раз-таки качество, возможно, людей, которые пошло играть на Евро, не так то, что пришли вот пофаниться, посмотреть там недельки, две, три. А то есть туда должны были пойти уже люди, подготовленные, которые вот на долгую игру. Время покажет, много ли этих людей на самом-то деле. Ну хорошо, давай сейчас обратимся немного к статистике. С чего начинался Евро, чем закончился, кто начал доминировать, какие сайды по итогу сейчас светятся. Давайте тогда начнем о том, как быстро развивается Евроклассика по сравнению с тем же Ру. Уже спустя меньше, чем неделю от старта, стартанула у нас Евроклассика, получается, 22 декабря, а уже 27-го, грубо говоря, за 5 дней, мы имели вторые профессии на сервере. Это тот же парк. Да, то есть всего лишь за 5 дней берется вторая профессия, и уже, кажется, то ли ночью, то ли утром понедельника, 28-го декабря, уже было убито первое АК. Я не помню, как на Ру-классике развивались события, но это очень быстро. Это показывает то, что патч этот очень казуальный. Этот старт Евро должен быть намного интереснее, то есть он не так затянут. Это, с одной стороны, хорошо, что это не так затянут, люди не толкуются очень сильно на локациях 20-30 уровня. Но, с другой стороны, нету этой романтики вспомнить былые локации или, наоборот, даже их впервые увидеть. Дальше, если вот говорить, раскрывать тему эпиков и как быстро развивать сервер, то уже первая кора была убита, насколько я знаю, была уже убита 6 января. Это уже спустя где-то 2 недели. И Арфен был убит, получается, насколько я знаю, 20-го, да? Да, Арфен был убит не так недавно, 19-го числа. По развитию именно таких топ-паков и сайдов, которые вот сразу со старта уже взялись за эпики, скажем так, вплотную, это показатель того, что есть кланы, которые очень серьезно настроены на серьезную игру. Вопрос только в том, что, насколько я знаю, все эти эпики забрал только один сайт. То есть вот у нас есть пока что одна очень сильная сторона и, скорее всего, пока что такая в догоняющих. Вот подскажи, какие там кланы? Потому что все эпики, которые были впервые зафармливы, это вот... Ну, мне поговаривают, я точно не знаю, слухи это или нет, то что ДВП все же кора забрали одна. Ну, я также слышал, что и забрали одну Арфену. То есть вот третью Арфену на сервере вроде как Элдерсы забрали. Забрали. Это вот слухи. Все, что я знаю. Можно посмотреть по Элбауну. Давайте это и сделаем. Какие кланы у нас есть на скелете. По кланам. У нас основную политику делают, получается, клан Мэтт Про. Это клан Камеди. Это Элдерсы. И все союзные их кланы. Это Трибуналы. Это Ромашки. Пока что Ромашки у нас особо ничего не показали. Но, скорее всего, рано или поздно что-то они нам покажут обязательно. И есть еще пак Автыша, принадлежность которого пока что не совсем нам известно. Скорее всего, это известно многим, но мы немножко просмотрели этот момент. Насколько я знаю, Автыш будет дужить с ДВП. Насколько я понимаю, учитывая, что они уже играли в одном альянсе. Пока что сайда, в принципе, хватает. Для интересной игры этого должно хватить. Но как бы по комедии все не задоминировало не из-за того, что это они такие сильные и перекачались, а из-за того, что к ним идет очень много людей. Все хотят почему-то находиться по их сторону. Я не знаю, может быть рассчитывать на халявный эпик или какие-то плюшки еще. По итогу, это может сервер убить. Но и сейчас, я думаю, стоит уже обсудить тогда топ-уровни. Давай вначале посмотрим общую статистику вторых профессий, тенденции, какие люди выбирают себе профессии и вообще сколько их людей таких. И, что неудивительно, 95 некоров. Их больше, чем всех остальных. Даже рядом никто с ними не стоит. На втором месте у нас смотрится шилин. Их всего лишь 64. Но тут надо понимать, что больше половины шилок у нас окна. Даже у меня есть шилка 35-го левела, хоть я практически не играл. Если бы я играл в два раза больше, у меня бы шилка там давно уже была перекачана. Также, спустя время и на Гранкайне сравнивать, то шилок где-то на треть больше. Чем вторая позиция на сервере. Да, шилка это очень полезное окошко. Оно нужно всем прокачивать твинков, прокачивать еще что-то. Шилка очень полезная штука, так что выкачивать ее как саппорт можно прям смело. Ну и ппшки должны где-то там тоже недалеко быть. на Гранкайне ппшки достаточно высоко находятся, здесь у нас пп находится на седьмом месте. Пережать их... Пока что просто рано, пока что еще ппшки не так сильно нужны. СЕ куда полезнее на старте. Ппшек качает в основном соло игроки, а соло игроки просто еще не дошли в своей основной массе до вторых профессий. Пережать у нас ппшки это собственно стрелок Хавк, певец заклинаний Спелсингер, усредитель огня Сорсер и мудрец Ева Еешка, потому что нужна в каждой пате. По факту мы имеем здесь трех магов и одного лучника. Все остальные классы они уже не такие популярные. Это классы поддержки типа БДшек, СВСов, они тоже достаточно высоко находятся из-за того, что они нужны пакам. Это варлорды. Варлорды в данном время... Варлордов можно подчеркнуть, потому что все эти статистики может показать, что давайте будем говорить откровенно до классики. Мне кажется, варлорды не такие прям были актуальны. Здесь они занимают в десятку важных профессий входят. Да, Вейл, он был очень популярный на ру классики в одно время и прямо все начали им грезить, но потом появился некр, все начали обсуждать некра и все начали качать некров. Но Вейл все равно не остался далеко в конце, как был на многих серверах, вспоминая лайв сервера на Руофе, до Годовских вообще Вейлов не было. Тут у нас Вейлы получили вторую жизнь на просторах Л2. Ну и чуть дальше, но это уже достаточно мало людей, это всякие остальные лучники, хотя все равно очень удивительно, что Фантом Рейнджеров достаточно много, 24, всего лишь в два раза меньше, чем Хавков. Вот, немножко суммонеров, немножко СХ, все-таки СХ выбирают за КДЛ из-за неплохого фарма, ну а остальные классы уже более такие для фанатов. Что можно сказать по поводу ФРов, потому что никто не знал их потенциал на классике изначально, а сейчас опять-таки отталкиваюсь от опыта Ру-классики, ФР должен быть в Арчерпаке, потому что он на леталых может убивать мага с одного скилла. И на последнем месте, что неудивительно, у нас находится Паладин, многие, когда я делал топ непопулярных классов от этого очень сильно рейджили, это Рыцарь Евы, его брат Светлоухий только, и ПВшка, но правда от нее недалеко ушли такие классы, как АВшка и ТХ, но скорее всего эти классы будут популярны немножко попозже, в следующем патче, опять же, подалим, подо их новые скиллы, которые будут появляться не на 83-м, а на 77-м. В общем, скорее всего жизнь они свою еще получат, надеюсь, танки тоже. Это все, что у нас как думаешь, почему такое огромное количество некоров, магов, это же их гораздо больше, чем лучников, раньше хотя бы было соотношение примерно 1 к 1, сейчас магов наверное в 4 раза больше, чем лучников. Слишком много магов, это для старта сервера, проще качаться магом, проще формить магом и тому подобное. Почему так популярны некры, потому что опять-таки ссылаясь на опыт Ру-классики, мы видим, что некр он универсален и он может как и кдэлить, причем очень эффективно выкачивая саппорт на кдэли, также и на париках вносить самый большой ДПС из-за того, что у него таргетовая массуха. И получается, что очень много сейчас локаций, альтернатив, где мобы Х1 или Х2, максимум Х3, где некр очень эффективен. И также не стоит забывать, что некры самые сильные маги в ПВП из-за своего Трансфер Пейна, из-за своих Дизейблов Сала, Фир и тому подобное. Слишком много некров, у некров плюсов. Обычные маги тоже, как бы, без них никуда нужны, и обычные АУЕ маги, чтобы и в ПВП убивать в Ассиста, тем более, что сейчас уже в этом патче очень актуальны стали элементальные маги из-за своих симфоний, которые появляются на 68, 70 и 72 уровне. Да, это пока рано говорить, но это хороший задел на будущее. Почему Арчеров мало? Странно в целом, но они будут появляться позже. Я делаю ставку, что очень много Арчеров, это будет патч Арчеров в патче с Олимпом, потому что на тот момент уже будет и Баюмы и тому подобное, появятся очень сильные скиллы, как раз таки, которые смогут переломить часу весов в сторону Арчеров. А пока видим такую тенденцию. Но это интересно. Ну, хорошо, что ты можешь сказать про взятие 61-го плюс уровня за один месяц игры? Это не очень ли дико? Сначала я думал, что 60-й уровень за месяц взять довольно-таки быстро, но сейчас подумав, когда стартанул Евро и была вторая профессия уже спустя 5 дней и как бы все-таки пороскинув мозгами понятно, стало, что этот патч очень легкий и здесь, если ты очень много играешь, ты можешь, особенно, когда ты идешь впереди планеты всей, без большой конкуренции, которую ты сам себе создал, эту благоприятную среду, то ты можешь выкачаться еще быстрее, просто тормозя топ-паки прокачки только ради того, чтобы одеваться. Они в ущерб себе уже начинают качаться на зеленых мобах. Если смотреть дальше, то за три месяца игры, я больше, чем уверен, если будет такая задача, то будет взятый 70-й уровень, 100%. 70-й уровень будет уже раньше, чем спустя три месяца от старта. Я сейчас смотрю, как здесь качаются боты в EV, и мобы прям так хорошо отлетают от тиранта, он их медленно бьет, но прям кусками. Тирант и дестер, они очень хороши в соло таргет, их недооценивают. Единственное, что тирант он не в пвп, что-то можете из себя представлять, и тиран как соло класс, он тоже очень актуален, он может на паре качаться, то тестер пока очень печален, и я не сильно за дестом слежу, но пока такой дест, чтобы этот класс стал популярным, я не вижу. Но это боты, ну вот опять же можно немножко обсудить ботов, почему ты думаешь на евро так много ботов, это же иного, на ру классике у нас нету ботов, практически на евро их куча. Я сразу перед стартом евро везде всегда говорил, евроклассика это уже как у нас был опыт 2008 и раньше годов, когда вот было евросервера, когда там мы знали, что это ботодром, мы знали, что тогда было не иного локализатором, но была тенденция, что на евро очень много людей, которые выкачиваются на боте. Посмотрев Корею, понятно, что здесь ботодром лютый, посмотрев уроклассику, мы сразу поняли, то, что иного очень сильно взялось за ботов и их практически искоренило. Смотреть на то, как открывается евросервер, один евросервер по сравнению с четырьмя, которые открывались тогда, понимаешь, что иного как-то должна лояльнее относиться к ботам. То есть сейчас спустя месяц игры очень жесткое заселение ботов по сравнению с ру-классикой, но зато спустя еще пару месяцев устаканится тенденция, что скорее всего ботов будет максимум до 40-го уровня, а дальше уже их пускать не будет, их будут те же игроки репортить и тому подобное. это все равно плохо, но в целом это будет усредненное, не самый плохой исход. Если боты доберутся до скажем хай-уровней, то это вторая Корея, это второй скажем Тион тот же, старый евроклассик, и это очень плохо. Это классика с ботами, это плохая классика, как нам показывает Корея. Ну а как ты думаешь все-таки будут ли здесь высокого уровня боты или нет? Сейчас точно нет, сейчас точно нет. Ну подожди, смотри, давай просто рассуждать, основная масса игроков оно до 40-го уровня. Опять же, открывай ладуаон, у нас всего лишь 400 профессий вторых, при онлайне в 4000 людей. Это примерно 3% игроков у нас выше 40-го. 3% игроков выше 40-го. Да, это очень мало, но все равно 40-плюс ботоводов не будет. Ввод ботоводы, который сейчас качается, скорее всего где-то 45-й, они убивают 44-х мобов очень быстро. Ну, это я больше скажу, что это исключение из правил, то есть этот человек, скажем так, очень грамотный ботоводер, как по мне, потому что все равно эффективнее, если именно выкачиваться, если ты именно собираешься серьезно играть, то тебе руками будет быстрее, куда лучше качаться. Мне кажется, надо привести эксперимент и по ботоводить. Ладно, немножко мы отошли от темы, если кому-то это интересно в комментариях, напишите, обязательно по ботоводим. Это, вот, кстати, возвращаясь, в блоге вроде было, то, что он рассказывал, ну, общался с некоторым ботоводером, как раз-таки вот, они ему объясняли, что, почем, а почему. Ну, собственно, это все я описал у себя в статейке. Да, но мне кажется, пока что ботоводить все равно будет выгодно. Нет, нет, точно выгодно, просто если сравнивать ботоводство на ру-классике, то тогда там уже в первые сутки банили и прилетали постоянно гм-ы, и убирали, снимали оружие, чтобы проверить, там, на месте ли вообще человек, чтобы он наделал, как-то реагировал и так далее, то здесь мы видим, ты знаешь, первую информацию, когда были забанены боты, то есть официально. На ру-классе, помню. Это когда было? Это было 29 декабря. То есть это спустя две недели от игры, Нет, полтора месяца. Это будет полтора месяца, да, 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 то есть это именно массовые баны пошли, слушай, да, тогда же ты говоришь, исключение из правил и нашел еще одного ботовода, с красным конем, 44-й, нет, не 44-й, 40-44 в этом диапазоне этот ботовод. Ну, в таком ключе, значит, я слишком хорошо думал о евроклассике. Самое интересное, качается без бафа, чисто соло, а говорили, что суммонеры соло не смогут качаться, надо же. Смогут, смогут. Ну, EV качается 40-й конь, нормально, конь особо не пробивается, бьет автоатаку еще сам, лол. Бежим дальше, это второй, мы бежим по EV, и тут они боты, причем, ну, видно боты, это такой паровозик, гномка, который не бьет почему-то, в начале направляется конь, как конь делает первый удар, сразу идет атака, то есть она как-то на автоматизме, это нельзя руками так нажимать, это миллисекунды, вот еще там вам покажу, а то люди говорят, что нет, ты выдумываешь, это не боты, да нет, это боты, и потом это все доказывалось, когда там нештатная ситуация, и бот сливается, тупо стоя от мобов, они же примитивные, их можно подставлять, но опять же, это вопрос тому, то что на евро, почему-то, огромное количество ботов, здесь тоже фрост, здесь тоже вроде та же самая защита, как на ру, но ботов здесь больше, получается, ты думаешь, это все делается искусственно, то есть, иного может это забанить, но не банят? Сложно сказать, мне кажется, тут еще на ру классике сразу ботоводов не банили, потому что была такая тенденция, что люди друг друга сами раздевали, и только если ты увидел ботовода, ты все такой, аллилуйя, с него сейчас что-нибудь дров с тему, потому что я его запровозил, и так далее, на евро, наверное, культура сейчас такая, люди этим не гредят. Я сейчас бота раздену. Вот о чем речь, то есть сбросил его, и вообще изи. Хили моба. А, даже хили моба? А там три моба уже согрелась. Хорош. Ой, это люди тоже любят. Провели эксперимент. Вот, и если это было бы не бы того, то он, скорее всего, меня бы убил бы, да? Ну, или писал бы уже, что-нибудь дикое. Черт, черт, черт. Одного мы бы не смог убить. Ой, отхилить. Опять же, это получается очень плохой, плохо настроенный бот. Почему? Ну, там, по идее, можно как-то настраивать, например, если на него согрелась больше трех мобов, то он, по идее, должен бегать, скажем. Ну, там много условий можно дать. Если там, например, рядом с тобой игрок находится, и там хилит моба, по идее, там тоже на скриндах. Да-да-да, был один тоже ботовод. Когда у тебя флагнутый чар, то есть ты, его хилит, знаешь, у тебя флагнутый чар рядом с тобой, тоже там какое-то действие делать. Да, у бегателя, логоца, да, есть такое. Встречали мы таких ботоводов. Да, вот о чем и речь. Так что, это еще и дилетанты с нами. Очень плохо. Я очень офигеваю от того, что он так долго умирает. Три моба, блин, у меня суммон бывает одного моба умирает. Это что-то очень жесткое. Суммонер очень сильный класс, я недооценивал. Я фс сделаю, у меня симаркин фс уже сделано. Буду соло беззакон играть. Вот и правильно. Жесть. Это жесть какая-то. Я сейчас его не раздену. У него конь еще ему ману заливает. Ага, идеально вообще. Жесть какая-то. Вот почему он соло может стоять. Конь же ману заливает. Плюс, плюс на классике сейчас самон перезвивается за спириторы быстренько из фулл манной, соответственно конь, соответственно, что конь, что самонер могут реально соло стоять на боте. с нынешним патчем. Это жесть какая-то. Он заливает ему ману, не перезвивает он. Я даже не думал с точки зрения, насколько это им пища. Он трех мобов в 44-й танкует своим 40-м конем. Это что за херня? Это невозможно. Он еще одного моба убил, последний моб остался. А у него конь с фулл мп, он заливает коню мп, а конь вызывает мбмп. Да пошел он в... Трех мобов оттанковать, я бы не оттанковал. И все, дальше стоит, качается, ему пофигу на флагнутых. Вот, что такое 40-й конь. Он 40-й, я 39-й, он мне розовый. А нет, наверное, на 44-й все же. Не знаю, нет, на 7 уровней... На 7 уровней, по идее, должен красный, наверное, быть или нет? Не, на 44-й. На 7 уровней еще розоватый должен быть. а мобы мне прям красные. То есть, они мобы-то 44-й, вот эти, насколько я знаю, которые в EV внизу. Они мне красные, а конь розовый. То есть, мобы выше коня должны быть по уровню. Да, да. Значит, уже 40-й. Да, он ему пофигу на меня, он пошел дальше моббить. Я флагнутый рядом стою, он добил всех мобов и пошел следующих моббить. Меня горит. У меня горит, это как такое может быть? Это какая-то имба, а не суммонеры. Тебе нужно это будет, видос как краски записать с ботами, как ты их пытаешься раздеть и прочее. За справедливость, так сказать. Да, кто мне там говорил, что СХ рулит? Я смотрю, как он их с 2 мобб убивает и никаких здесь СХ нету, даже и близко. Жесть. Ладно, мы немножко опять же отвлеклись, но вот, вот реалии классика, ботоводы и с этими ботоводами ничего не взяли. Я слил фулл МП, он протанчил 3 моббов, и ему вообще насрать. У него половина, у него больше половины МП у коня еще было. Тупо из-за того, что он переливается, он туда-сюда переливается. Я не знаю, как это было. Боты приме игроков, которые сейчас у нас играют. Зачастую да, зачастую да. Посмотрим, что у нас находится наверху. А, наверху там агры уже некоторые моббы, насколько я помню. Но пока что в EV кого мы встретили, только-только боты. Кроме ботов в EV никого. Ну, наверху я никого не вижу. Здесь уже 52 моббы, 52-х суток игроков мало. Поздно просто. Так, все, улетаю я с этого спота. Про комедии 61 уровня. Как думаешь, зачем? Зачем настолько сильно опережать остальных по уровню? Что это даст? Все, что я вижу по опыту RU-классики, EU-классики, он максималист. То есть он добывается всего и отдает все силы. И плюс у комедии очень серьезный и проработанный план на игру каждый раз. Как это можно заметить. То есть можно было по стримам посмотреть, как комедии, что на RU-классике, что на EU-классике, он играет сам чар комедии за БД. Он не берет вторую профессию до 49-го уровня. Просто из-за того, что это трата времени. Зачем брать до 49-го уровня вторую профессию, тратить на это время, чтобы кач проставил, если это профита не принесет. А на 49-м все, у тебя как бы дэнсы появляются магические, и это уже дает буст. То есть даже вот, ну это такая очевидная мелочь, но вот я думаю, если последить за его игрой доскональни, то есть еще какие-то вот такие моменты. Нет, но все равно рано или поздно он придется делать эту профессию. Так нет, так он же он эту профессию сделал. То есть речь идет о том, что он не тратит на это время раньше. То есть зачем раньше времени бежать и делать профи на БД? Ну пока что делают магию профессию, а он делает на себя профессию. А нет, как раз таки чтобы кач не проставил, магия продолжает дальше качаться, отпускается один маг, который идет делает профессию, приходится выполнить профессию и второй идет и вот так вот по очереди. Ничего себе. Это не шутки, так и на ру классике всегда делали именно на старте. То есть тут серьезный подход к игре, реально серьезный подход к игре, особенно когда большая конкуренция. Как мы увидели, пати автоша, пати ДВП, получается пати кого? Ну вот к сожалению еще какие-то пати, за которым я хоть как-то следил, я не могу сказать, но вот они просто, они очень сильно проигрывают ему. То есть пати ДВП на самом деле нельзя в один ряд даже спать автошом. Извини, нужно извиниться перед автошом все-таки, потому что главный конкурент для комедии это должен быть автош, ну он показал, что не может он с ним тягаться пока что, пока что со временем статистика выровняется, так как автош, мне кажется, будет давить уровнем, а комедии, так как сейчас остановился, ДВ, насколько я знаю, и фармит именно шмот. Как ты думаешь, РМТши топовые паки? Были же, что кланы, что паки заявляли, что они на евро идут, не скрывая на РМТши. Но те, кто сейчас в топах находятся, в основном они это не говорили. Ну да, они это не говорили, да, я не буду говорить РМТши или нет, но логически можно подумать, что почему бы и нет. Особенно то, что они стоят на спотах не для кача. Да, то есть они стоят на споте не для кача. Тут как бы задаешься вопросом, нафармить себе нафармить себе как бы топ-C шмот, как бы зачем, когда можно уже спокойно идти на споты дальше. То есть если ты сидишь в девять, зачем? Сейчас есть уже всякие локации как АБГ, поле брани, запретные врата. В Луа лучше не идти, то есть вот в Луа лучше идти это уже на 70 уровне. То есть вот прям оптимально, чтобы очень легко, а до 70 уровня как раз таки на открытых локациях лучше всего самый лучший, самый хороший лок это получается АБГ, потому что там на последних уровнях мобах там уже и соисы падают для магов это как бы самое то, там и зубей, там и зубей, и авадон падает. я еще одного ботовода нашел. А всех, кого мы сегодня видели на классике, пока что я показывал спот, это все до единого ботовода. Все до единого, ни одного живого. Не стоит забывать, что мы этот подкаст ночью записываем. Да, ни одного живого. Просыпается мафия. И опять же, это видно по действию. Вначале он подходит на дистанцию 400, потом конь ударяет, потом подбегает, когда он делает или сколько хп собьет, или если хп не хватает, он подходит делает удар, включает соску и кастует оверхит. И это прямо видно отработанные действия ботом и дистанция одна и та же для моба. Человек в жизни не сможет дистанцию соблюдать. Нет, конечно. Это и незачем будет. Да, это понятно, потому что это ботовод, он прямо четкие действия делает, очень четкие действия. Вот такая евро классика, такие реалии. Стоит ли играть где одни ботоводы, стоит ли играть где топовые паки рмт где все делается для доминации, а не для интересной игры? Не знаю, решать уже самим каждому самому. Меня пока что это не особо мотивирует играть, и то, что я здесь вижу, меня только мотивирует на то, чтобы наконец-то взять боты и начать ботоводить. Не знаю почему, вот когда ты видишь вокруг тебя все ботоводят, ты думаешь, ну или нафиг эту игру, или ну нафиг пойду я ботовозом. И рано или поздно все такие мысли будут закрадываться, если это все дело не начнут банить. Правильно же просто интересно как быстро это дело банится. То есть это просто его забанят и новый персонаж создаст или как это делается. Все ботоводы, которые сегодня были, все они со второй профессии. Мне кажется, половина вторых профессий это ботоводы. По-видимому, по-видимому. И последний момент, наверное, который стоит обсудить, это дикое количество адена, которое падает. Кстати, еще один пак ботоводов вроде как я нашел. три лучника, два лучника варк и пп. Ну, может быть, небо того, то они все в клане. Надо за ним последить. Вот, и пока что мы за ним следим, покажу некоторые свои, расскажу некоторые свои мысли. 10 миллионов 600 тысяч адена у меня. Многие скажут, да те накидывали, пока что ты играл. Нет, накидывали не особо много и накидывали по мелочи. То есть, вначале было, да, по 200 тысяч плюс посок топ-дэшный, но это все мелочь на самом деле, потому что у меня сейчас практически 11 миллионов адена чистыми, плюс у меня 5000 д-кристаллов, которые это примерно на 2 миллиона, плюс у меня куча шмоток и куча кусков. Я думаю, 15 миллионов я нафармил к своему 40-ому уровню, как минимум, то есть 15 миллионов. И, казалось бы, это огромные деньги для классики. Вот сколько стоит Адонсет примерно на Гранкайне? Ну, я очень давненько по рынку не бегал, но в среднем, если так вот брать, ну, наверное, где-то миллионов 8-9. То есть, грубо говоря, очень грубо, я практически к 40-ому уровню могу себе позволить 2 в Адонсета. Но на Евро я не могу это сделать, потому что рынок очень скудный, на рынке ничего нету, и будь хоть у тебя 100 миллионов, ты все равно здесь ничего не возьмешь. Нету кусков на топовые Цэшные пушки. Нету кусков на топовые Цэшные сеты. Адена пока здесь вообще ни капельки не решает, и остается ее только РМТшить, переводить ее в рубли, даже если не для дохода, чтобы потом ее конвентировать обратно в Адену, но ее будет гораздо больше, потому что Адена имеет свойство дешеветь. Из-за этого много РМТ, из-за этого опять же у нас дешеветь быстрее Адена, потому что Адену подевать тупо некуда. на старте сервера Адену некуда деть. Вот такие дела с Аденкой. Адену соответственно в скором времени должна измениться, когда уже топ-паки наформят себе все необходимое, наформят и своим кланом и тому подобное, и уже как раз таки потихоньку потихоньку это будет выползать на рынок. И тогда как раз таки и Адена должна подскочить. То есть ты веришь, что Адена подорожает? Когда предложение появится, много людей, которым это будет точно необходимо. Здесь появится спрос и поникнет предложение. Да, я с тобой согласен, если особенно топовые паки, которые будут поставлять эти самые нужные вещи не будут рам тэши, то Адена должна подняться и она поднялась до... Очень много людей паниковало, когда заканчивался месяц платной подписки у многих, многие же уходят и естественно хотят все слить. И люди в панике начинают, чтобы успеть до конца подписки слить Адену, Адена в 20-21 числах упала вплоть до 17 копеек даже за 1000 Адены. Сейчас же к 22 числу она вновь поднялась до 40 копеек и скорее всего можно прогнозировать то, что через неделю она должна подняться до 50-60. Но это опять же теория, но пока что вот как оно есть. Ну ладно, опять мы отошли от темы. Кстати, возвращаясь к теме о евро, как много ты видел как раз таки буржуев так называемых? А, ну да, я думаю было бы неправильно если бы мы не пообсуждали бы европейский сервер без европейцев. Европейцы есть и вот из-за них играть приятно. у них другой менталитет, они по-другому относятся. Я видел пвп буржуйских паков пак на пак, после чего трупы кричат им вслед гф, спасибо туфайт и так далее. и к ним обратно возвращаются типа тоже пишут гл, хф, там вы молодцы просто нам повезло и ты сможешь на это думаешь охренеть как они друг друга все вылизывают и ты думаешь блин, они реально играют в удовольствие у них нет такого типа я на твою мамку шатал еще раз я сейчас на мейны зайду все вам капец я вар вам кину они смотрят друг на друга говорят блин, мы спорт не поделим да, не поделим что, будем воевать ну давайте воевать и у них как-то это все равно по-дружному по-мирному с одной стороны это не очень хорошо потому что нет таких эмоций какие-то какие эмоции вызывают у русских но можно ли назвать вот эту рейдж агрессию хорошими эмоциями но для каждого своя игра кому-то будет по душе именно такое отношение как у нас у буржуев кому-то будет лучше и ближе отношение такое как у русских вот что тебе больше нравится вот что ты хотел чтобы тебе написали после пвп что твою мамку шатали или спасибо за бой нет мне бы хотелось наоборот чтобы проигранное пвп не мешало скажем так общению с людьми вне игры потому что зачастую это прям доходит до всяких хуливаров и тому подобное то есть нужно как раз таки как буржуи правильно поступают они вот все от пвп и как бы скажем без обид разошлись то есть переход на личности и того подуманного нету мне больше такая модель игры импонирует на этом на этом я думаю можно уже потихоньку заканчивать в принципе основные моменты мы все обсудили можно сделать я думаю вывод с фейлил стили сервак или нет как опять таки пока рано давать прогнозы поживем увидим минимум после трех месяцев но на данный момент на данный момент на данный момент нет потому что банально на сервере есть онлайн онлайн очень солидный для нынешнего положения дел линейки в целом да я тоже сейчас вкратце про онлайн чуть-чуть расскажу нужно учитывать то что на ру классики все начинали с окнами там это было очень доступно и не иметь окно ну блин нет в основном все по 1 2 3 может даже 4 у меня было 4 окна на ру классики тут я еле потянул 2 окна плюс основу и это мне вышло в 4000 рублей один перс был на 3 месяца другие 2 по месяцу это очень дорого не каждый русский готов платить там по 4000 рублей каждый месяц блин у кого-то это пол зарплаты если честно и как мы видим уже по локациям побегали в основном бегают или соло вообще без всяких баферов но это очень жестко но ценно диктует такие правила или же когда в пати три живых человека то есть там 4 человека бегало 3 из них было живых если не все 4 там один просто ничего не писал в этом плане как раз таки урок классика немножечко страдает что бывает выкачивается пачка из них как раз таки очень много тянут на окнах то есть зачастую кадровые вопросы очень часто возникают пока и вот мы видим то что 4000 онлайна практически без окон вот час ночи это очень хороший результат на Гранкайне люди не выходили и не выходили всеми оконами и скорее всего живых людей ну вряд ли на Гранкайне живых людей на старте Шилина и живых людей на старте Евро на Евро даже скорее всего было немножко побольше мне в общем вот так кажется вот но это мое такое мнение в части оно правильное все таки по наблюдениям вы тоже это все сами можете увидеть да и 4000 онлайна в такое время тоже неплохой результат даже то что сервер всего лишь один месяц так что сервер живее всех живых играть на нем люди еще будут более детальный анализ можно будет проводить только через месяца 3-6 и я думаю мы обязательно с Декстером еще пообсуждаем Евроклассик несколько раз а на этом вроде как все надеюсь всем понравился подкаст обязательно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал Декстера можно перейти по аннотации можно по ссылочке в описании большое спасибо Декстер что что подискутировал со мной на некоторые темы надеюсь тебе тоже было интересно будешь ли ты дальше следить кстати за евро такими мельком да конечно мне интересно именно наблюдать так вот из окопа пока что участвовать в жизни именно этого сервера не вижу смысла хорошо спасибо тебе еще раз и на этом уже точно все всем спасибо за просмотр пока-пока всем пока-пока еще один вариант мы адену конвентируем в рубли в рубли конвентируем в доллары доллар растет на этот доллар мы берем кучу рублей на эти рубли мы берем кучу адены и получится что мы миллион адена можем конвентируем в 100 миллионов адена если доллара не подведет экономика субтитры